Лёд, он и в Африке лёд, хотя в Африке его нет. Есть, немножко есть. Есть, да? Ну, окей, но я к чему веду? К тому, что айсберг – это то, что связано в нашем сознании просто с плавучей глыбой, с песней Аллы Борисовны Пугачёвой и с фильмом «Титаника». Правда? «Титаника», конечно. Вот всё-таки там же гораздо, наверное, интереснее вещи есть, которые было бы здорово узнать слушателям, да и мне заодно. И сначала решил разобраться. Давайте, как говорится, найдём 10 отличий. Антарктида-Материк, Южный полюс Земли. Арктика-Северный полюс Земли и не Материк, а географическая зона, так называемая. Вот сразу напомним всем, потому что волнуются и боимся мы всегда перепутать, где... Перепутать, где пингвины, где белые медведи. Абсолютно верно. По поводу 10 отличий. Ледники – это то, что лежит. Айсберги – это то, что движется. То, что плывёт. То, что плывёт. Хорошо. И Антарктида-Земля, Арктика-Лёд. Правильно? Ну, скажем так, да. Да. Какая толщина почвы в Антарктиде? Почвы? Да. Что там подо льдом? Вот там же почва есть? Нет. Под ледником почвы нет. Там вне ледников почва такая маленькая, такая... Тоненькая, да? Дохленькая такая. Там же дешайники только растут. У нас занимаются ребята почвами в Антарктиде, но там такие совершенно, так называются, скелетные почвы. Они только-только появляются. А под ледником там никаких почв нет. А вот только появляются. Вы имеете в виду, что идёт утолщение? Нет, но там уже всё время происходит разрушение. Там морозное ветривание. Разрушается вот этот грунт. Он всё время крутится, потому что он то замерзает, то оттаивает немножко. И поэтому очень такая неустойчивая поверхность. То есть такие почвы очень тонюсенькие они. А что подо льдом? Подо льдом, значит, где вот бурили, там, значит, и вот что находили. Ну, самое интересное там озёра, которые находили подо льдом. Большой толщины лёда, под ним озёра, большие озёра, запечатанные. А под озёрами что? А под озёрами только по геофизике. Там отложения, которые просто туда... Ну, твердь, там твердь. Да, да, конечно. Это надо представлять. И там, ну, что называется, горные породы. Они бывают рыхлые или твёртые. И озёра, вот к ним интересно. Что в них такого любопытного? Любопытного то, что они были обнаружены не так давно, там, в 80-х годах прошлого столетия. Там начались первые разговоры, а есть ли там жизнь какая-то? В этих озёрах запечатанных. В этих озёрах запечатанных, да. Но вот до сих пор как бы ещё не ясно. Там есть что-то такое настолько неизведанное, что начинают подозревать, и, может быть, какие-то теории, заговоры, что-то там опасное для нас с вами? Да нет. Ну, вот такое вот совсем жёлто-опасное, нет. Но опасность, которая связывается с Антарктидой, действительно, это то, насколько она устойчива. Потому что льда, которая находится в Антарктиде, если весь лёд Антарктиды уйдёт в океан, уровень океана поднимется на 58 метров. Вот. Это довольно много, понимаете, да? Да. У меня даже есть справочка, что произошло буквально вот в наше время, в июле. Да, в июле гренландский ледяной щит отправил в Атлантический океан 197 миллиардов тонн воды. Этого достаточно, это я вам цитирую National Geographic. Этого достаточно, чтобы поднять уровень моря на полмиллиметра. Однократное повышение уровня мирового океана не несёт значительных последствий, но регулярные процессы подготавливают стартовую площадку для штормов, наводнений и других катастроф. Конец цитаты. И, знаете, мне как-то стало не по себе. Комментируйте, пожалуйста, успокаивайте, а то я с Валерьянкой. Да нет, не надо Валерьянкой, давайте лучше про Антарктиду, про Гренландию. Да. Значит, действительно, в этом августе, в конце июля, в начале августа была вот, знаете, страшная жаря в Европе, а у нас был холод, да? И вот это вот тепло, которое было в Европе, оно так сползло немножко и пошло в Гренландию. И там было аномально высокое таяние. И вот оно дало вот такое вот несколько дней очень сильное таяние. И вот эти там миллиарды тонн воды пошло в океан, да? Ну что ж, видите, это как бы такое краткое событие. Это не то, что там всё время вот так вот. Гренландия вообще, она теряет массу свою. То есть там снег-то накапливается тоже, но теряется в виде айсбергов и таяния больше, чем накапливается. Вот, и потери там постоянно отрицательны. Потери больше, и там ежегодно он теряет 280 с лишним кубических километров воды. Если в воде считать, да? Ну, понятно, во льду будет даже больше, если в объём льда он другой. Но что такое 280 кубических километров? Ну, это не так уж много, если судить, насколько это повлияет на уровень океана. Чтобы поднять уровень океана на 1 миллиметр, надо туда вбухать 360 с лишним кубических километров воды. Это сколько Гренландии получится? Ну, вот если... Одной достаточно будет, если она растает? Ой, она ежегодно повышает примерно на 0,8 миллиметра. Ага, тогда... А если всю её туда скинуть, это будет около 5 с лишним, около почти 6 метров поднимется уровень океана. То есть 58 даст, если скинуть всю Антарктиду, да ещё 6, если всю Гренландию. Собственно, тот приход и расход, баланс вот этот самый, сейчас отрицательный. И у Антарктиды, и у Гренландии, и даже у горных ледников, у всех, в общем, если взять. Вот, и их вклад довольно значительный в изменении уровня океана. Сейчас уровень океана поднимается примерно на 3 миллиметра в год. Ну, это много. Ну, если... Понятно, если умножить там на 100 лет, получится там сколько? 30 сантиметров, да? Да, даже не хочу считать, кого затопит-то. Всё-таки, если поднимется, если такое случится, что уйдёт под воду? Если... Насколько поднимется? Вот тут вопрос. Есть всякие прогнозы на ближайшие там 50 лет, на будущие там 100 лет. Давайте на 50 лет, на... Ну, вот до конца столетия. Есть оценки там, есть такие минимальные. Всё зависит, как пойдёт изменение климата и всего этого дела. От там десятков сантиметров до первого метра, там метр-полтора. Вот так, в зависимости, как будет вести себя Антарктида в основном. А она тает? Она особенно не тает. Она очень много... Основной расход льда Антарктиды – это айсберги. Там таяния очень маленькая. Ну, и она эти огромные глыбы отпускает в океан, и они же тоже дают объёмы... А снега накапливается меньше, чем уходит их кусков. Какая страна первой стоит под угрозой? Ну, все. Потому что мировой океан и есть мировой океан. Другое дело, что не везде одинаково поднимется, там есть особые фокусы. Вы понимаете, тут же за собой влечёт вот это обстоятельство экономические войны, за ресурсы. Там очень много чего. Огромную миграцию людей. Поэтому и думаешь, а на какую возвышенность-то понесутся все жить? Вот тоже любопытно. В Тибет! Ну, в Тибет там совсем нет. Ну, видите, есть всякие карты, показывающие, сколько зальёт суши, в зависимости от того, сколько воды будет. Ну, даже немного, даже метров принимают все портовые сооружения. Всё же это... Представляете, сколько людей останутся без работы, как изменится экономическая ситуация? Ну, что угодно. Стоимость земли, всякие эти дела. Ясно. А вот бурение, это же серьёзный процесс. Оно не влияет на откалывание всяческих этих фусков? Нет. Это, знаете, как укол, не знаю чего, слону тоненькой. Дровины, как говорят, слону, дровинчику, незаметно. Слушайте, а самый толстый лёд где? Самый толстый лёд у нас в Антарктиде. Максимальная толщина 4878, около почти 5 километров толщина льда в Антарктиде. Максимальная средняя толщина около 2 километров. И что забавно... Это же стены ледовые. Ну, вы представьте, 5 километров в Утарску критить целый час, наверное, да? Потрясающе, да. А это вертикальная штука такая. Вот, то есть глубины фантастические, конечно. А что-нибудь внутри этих льдов-то... Внутри льдов... Ничего не может. Никакие там... Внутри льдов есть такие слои, которые образовались ежегодно. Там же крошечные снегонакопления, там сантиметры снега падают. Годовые кольца у деревьев. Да-да-да, то же самое. Их можно считать. А может, там какие-нибудь вирусы, бактерии? Ну, вирусы, бактерии в Антарктиде в верхней части обнаруживаются. Но вот то, что ниже, они очень как бы... Их там мало просто. Если мало, то их поймать в этом же... Что такое керн льда? Это, да, вот когда будет такая... Столбик льда, и в нём, чтобы попалась какая-то там жилость, которой так мало. Одна бактерий на километр квадратный. Довольно много по этому поводу ведётся работа, чтобы попытаться вот выловить что-то такое животное. Вот ведь трудно-опрасный, да, иногда думают? Ну нет, это наукро. Бурильщик. Наука это такая вещь. А Антарктида и Гренландия, это всё пресная вода? Абсолютно пресная. А кому она принадлежит? Ага. Пока, да, я к Трампу подбираюсь, нашему Иваночку. Трампу Иваночку тебя называю. Вот. Антарктида, значит, мы считаем, что и американцы, и многие другие, что она ничья, она международная, а некоторые страны претендуют на свой кусок, на свой сектор пирога, если так выразить, такие штучки в торте, да? Некоторые претендуют. Но пока, как бы, все так молчаливо, особенно не, тут территориальные претензии не... Ну, договорённость какая-то была когда-то? Антарктический договор есть, да. Что это территория ничья? Территория ничья, где научная деятельность решена и так далее. Никакой там военной и такой эксплуатации, такой глубокой минеральных ресурсов тоже, значит, нельзя действовать. Но ведь Трамп-то претендовал на Гренландию и подтвердил свою серьёзность каких-то намерений. Почему? Потому что, размещая ВПК, военно-промышленный комплекс элемента ОНОВА, на территории Гренландии, они под контроль берут практически всю Европу. И вот, получается, здесь тогда Гренландии настанет каюк? Нет, ну, знаете, там и так, и так Соединённые Штаты размещали и в 50-х годах, начиная с и базы военной, и аэродромы, и станции дальнего обнаружения, то есть всё это было. В Гренландии? Да, в Гренландии, конечно. Ну, это было сначала, как бы, так сказать, не особенно даже понятно, в каких договорах, а потом в рамках НАТО. То есть тут особых изменений-то и не будет. Он ещё апеллирует к тому, что Дания теряет ежегодно 700 миллионов долларов, потому что в Гренландии живёт люди из Гулькин-Нос. Ну, там первые десятки тысяч, насколько я помню. Да, да, а обслуживание всё на бюджете, на балансе у датского короля. Ну, да, конечно, да. Ну, давайте мы на свой баланс это перепишем, и всё будет у нас отлично. Когда образовались северные и южные полюса, известно? Так, сами полюса, они всегда существуют, потому что земля у нас всегда вращалась. Здесь интересуют лёд и снег и всякие айсберги, когда в полярных областях появились ледники, морские льды, вот эта часть. Так, и когда, сколько? Ну, вот довольно давно, довольно давно. Вот первые морские льды в Арктике, морские льды та вода морская, которая замерзает, в отличие от ледников, которые образуют за счёт снега, который накапливается, сжимается и потом же... Свалявшийся такой снег. Как, знаете, заледенелый снежок, мне кажется. Да, 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 оно всё плотнее и плотнее превращается в лёд потом, под давлением. Вот, так морские льды появились в Арктике около 15 миллионов лет назад. Значит, вот вы знаете, Америка откололась от Африки, да, всё началось расползаться, Атлантический океан начал распахиваться, и вот он ещё был такой полураспахнутый, и уже были первые льды. Но сначала они были вдоль берегов, а уж потом стало всё больше и больше. И то же самое Антарктида, первое льденение Антарктиды, но уже наземное, то самое, из снега накопившееся, это тоже примерно тот же возраст, даже больше, там около 30 миллионов лет назад. Но самая старая ледышка, которую нашли. А самая старая ледышка, это около 800 тысяч лет точно. Но это лёд, образовавшийся из снега в Антарктиде. А вроде бы, значит, есть лёд там в Антарктиде, если найти место, и сейчас одна из главных задач найти такое место, где пробурить и получить лёд около полутора миллионов лет. И вот в нашей станции там вроде бы есть такой лёд, но он уже весь перемешанный, из него климатический сигнал как бы никакой не звучит. Климатический сигнал, это то есть информацию, которую можно получить. Информацию о том климате, который был раньше, который запечатывается в этом воздухе, в этом льду, который накапливается там. Морская вода, она замерзает при какой температуре? Ну, в зависимости от солёности, там, если, ну, примерно там около двух градусов, минус двух градусов, поскольку солёная вода, то она чуть... Бытует же мнение, что солёная вода не замерзает. Ну, как же не замерзает. Ну, как, среди нас обывателей, да, мол, не замерзает. Если очень солёную сделать воду, просто совсем солёную, да, это минус двадцать градусов. Вот когда вы насыпаете на снег или на лёд соль, она начинает таять и охлаждаться до минус, там, примерно двадцати градусов. Ну, я хочу, знаете, про что закончить? Всё-таки про принадлежности, перейти как раз к айсбергам. Ну, если вот откалываются они, да, от... От Гренландии, кстати, они откалываются? Очень много откалываются. И Титаник вот потом напоролся на Гренландский. Поехали два мужика на каяках с GoPro на шлеме смотреть, как обламываются. Красота неописуемая для слушателей. Рассказываю, кто видео не смотрел. Куски льда, вот этого спрессованного снега, и один как отвалился, как волну дал им и даже поранил, да? Ведь опасно получается. Ну, конечно, можно убиться с очень хорошо этим айсбергом. Но он-то в них не долетел. Но вот если бы он перевернулся, я подумала, он бы замёрз прямо сразу же? Ну, нет, ну, холодная вода, как мы говорили, минус два. Да, на улице, может быть, и холоднее. На белой медведи. На белой медведи, да, ну, есть, да. Ну, неприятно, конечно, когда в холодной воде, нужно... Очень неприятно. И вообще... Кому айсберги принадлежат отколовшейся Гренландии? Если та датская, то вот он плывёт, друг наш. По этому поводу только вот юристы, я знаю, писали всякие хитрые статьи. А зачем спрашивают? Ну, если потом, ну как, если потом действительно эти айсберги будут использовать, скажем, для водоснабжения или ещё чего-то в обширном деле. Конечно, 70% всей воды на планете – это Гренландия и Антарктида. Да. То есть вот откололся там, скажем, условно, от какой-то там датской части, значит, это что, считается как бы датское судно? Правильно, это мой кошелёк потерянный на дороге. Или чьё. Вот пока об этом ещё речь не идёт. Но довольно сложно быть, потому что эти айсберги не только могут быть источником воды, но если этот айсберг наткнётся, скажем, на какой-то очередной Титаник, это как бы датское судно и всё это ответственность. Или судно сложнее, на какую-то нефтяную платформу наедет, да, и поломает её, значит, это будет тоже прецедент, когда вот чьё и как. У монеты всегда две стороны, согласно. Да, так что это сложно. Хорошо, давайте начнём тогда с того, как образуются айсберги. Айсберги образуются за счёт того, что ледники, которые спускаются до уровня моря, они потихонечку в это море сползают, и край ледника переходит на плав, и кусок льда откалывается и уходит. Эти откалывания бывают разные, бывают живописные, когда сыпется лёд, гремит всё-таки как из пушки всё это. Но это сыпятся мелкие айсберги, такие кусочки с фронта просто обваливаются, а такие большие гигантские айсберги, там, самые последние отколовшиеся около 5000 квадратных километров в Антарктиде, он просто такая плита, перешла на плав потихонечку, лопнула, довольно долго трещина развивалась, и кусочек отвалил. А скорость, с которой движется айсберг? Зависит от скорости в основном течении. А какая скорость у течения? Ну, они могут, ну, там, ну, километров 20 в день может вполне так проехать, да, довольно быстро. Бывает, они крутятся в зависимости, потому что, если такие айсберги небольшие, там не только течение, течение, может, поверхностное, да, которое тут и от ветра зависит, как вот закрутился, там какой-нибудь циклон ветер погнал в какую-нибудь сторону. Ну, ты понимаешь, как юла на месте, и заодно ещё зацепился. Ну да, ещё приливы влияют, потому что, когда прилив, он делает такую петельку, он только поднимается и опускается. Самый старый айсберг известен учёным? Сколько ему лет? Самый старый? Ведь существует же каталог айсбергов. Да, каталог айсбергов, я вот не помню, но это лет, может быть, 15, около того, не больше. То есть они быстро достаточно тают? Довольно быстро, но зависит от того, где они крутятся. Например, если они ходят вокруг Антартиды, там, где достаточно холодная вода, там медленно они разрушаются. А если они случайно их подцепляют течение, они выходят чуть-чуть севернее, в южном полушарии, севернее, это значит, теплее, то там довольно быстро разрушаются. Хотя достаточно могут крупные айсберги быстро уходить в средние широты. И, собственно, всякие идеи о том, чтобы эти айсберги цеплять и тащить, скажем, в Южную Америку или в Южную Африку, чтобы как воду, они как раз эту штуку хотят использовать. Не идти к Антартиде и там ловить айсберги, а брать, которые уже сами подплыли поближе. И используя течение, все тащить вот уже те, которые ближе. Кто живет на айсбергах, если кто-то, кроме птиц? Ну, птицы не живут, а они летают. Нет, ну, там, да, ну, пингвинчики там вылезают посушиться, там, отдохнуть на них, ныряют с них, да. Ну, так их же может отсушить, от дома родного унести. Да, ну, те, может, конечно, но они так... Понимают, ой, далеко, нырнул и поплыл, да? Да, ясно, да. Белые медведи-то я знаю, сколько могут проплыть. Вон, медведи со своим плыла. Огромное количество. Это такая трагическая история и поражающая... Сколько там, я даже не буду сейчас врать, но я делала программу про белых медведей. И такое количество километров проплыть, когда люди об этом слышат, удивляются. И он только передними же лапами машет. Да, да, ну, какими лапами? Да, лапы, да, я ведь. Это что надо лапами. А то, что на айсбергах живет. Ну, могут, когда тепло, лужицы, водоросли появляются такие, которые... есть водоросли, которые живут на льду, на снегу, такие вот они могут жить. Они питаются из атмосферы чем-то, да? Ну, чем питаются растения, да? Ну, чем питаются? В почве. В почве, да. Калий, натрифосфор. Создают, да. Ну, чуть-чуть такие есть водоросли снежные. Самый большой айсберг? Ну, вот я назвал уже... 5 тысяч километров. Ну, он меньше, там, 4-800, кажется. Тот, который встретил Титаник, был таким же? Нет, он был обыкновенный такой стандартный айсберг герландский. Это просто Титаник был хлипкий по нашим сегодняшним меркам. Ну, тут не надо особенно большого айсберга. Представляете, там, ну, пускай айсберг там, ну, там, 100 на 100 метров. 100 на 100 на 100 маленький. Он как нож режет, получается. Такая огромная масса. Видите, как в скалу просто. Он же... Огромная инерция у него. Вы как впаиваетесь, как, не знаю, как в причал. Вот слехали в бетонный. То же самое. Даже трудно представить. Толкать его медленно можно, но вот так вот сходу, это... А зачем айсберги изучать? Айсберги изучают, ну, по нескольким причинам. Первая причина – это узнать, сколько этих айсбергов уходит с седняков, и тем самым узнать, сколько теряет масса и ледники. Это такая научная задача. Вторая – бороздоволочение. Если мы хотим построить что-нибудь на дне, какую-нибудь скважину или там трубпровод привезти, нам надо знать, зацепит его этот айсберг или нет. Бог не тут разодрать его. И вообще опасность айсберговой для всяких сооружений, вот которые сейчас на шельфе, да, активно сооружаются для добычи углеводородов и так далее, это очень важная вещь, потому что они очень дорого стоят. Но сейчас вот айсберги на них не наезжают или было? Нет, есть целая служба в Канаде, они оттаскивают айсберги, когда подходят... Гарпунами? Нет, они сетками заводятся, сетки. Если медленно толкать, даже небольшую силу, можно большую массу отвезти, вы знаете, вот так давить, давить, давить. Да, и потихонечку, не то, чтобы куда-то вообще увезти, а просто, чтобы он не наехал. Изменил курс. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть отвезти, и там вот такая вещь довольно распространённая. Ух ты. Это вторая вещь, для чего на айсберги нужны. Ну и, наверное, последнее, о чём мне не просят, если я не спрошу, конечно же, про Третий Рейх. Почему вообще зародилась эта легенда? Почему она зародилась? Ну, я думаю, скорее всего, это связано с тем, что до войны были экспедиции немецкие там в Антарктиде, и там часть Антарктиды, побережье, там немецкие названия, и там геодезисты работали, и карты, там есть немецкие марки геодезические и так далее. И вот, может быть, вот эта связь. И малолюдно. И малолюдно. И малолюдно, да, и вот так вот, и куда-то бежали. Вообще, значит, использовали ледников для военных целей, знаете, такой-то и Жюль Верн тут одновременно, и всё вот это, и действительно они использовались. Как сказали мы в Гринландии, там были подлёдные сооружения сделаны американцами, ракет, например, да, чтобы... Так они подо льдом? Да, там была целая такая база сделана, Кэмп Сенчерит называется. А почему в прошедшем времени, вы говорите? А потому что было сделано в 50-х, 60-х годах, а потом её забросили. То есть там сейчас, в Гринландии, подо льдом заброшено американцами... Нет, всё это уже закрылось, засыпалось и задвинулось. Законсервировали? Нет. Прямо убили? Закрыло. Лёд затекает, снег обсыпается, и все эти траншеи, они затекли, обвалились и так далее. А была идея создать гигантскую подлёдную, внутрилёдную базу с атомными, значит, ракетами и так далее. Вот это целая была история известная. Спасибо вам огромное за весь этот рассказ, за ваши ответы на наши вопросы. Кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник отдела галлюциологии Института географии Российской Академии Наука Андрей Глазовский был в студии «Комсомольской правды». Спасибо. Спасибо.